Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Живое слово». Мы продолжаем разговор о тех явлениях, которые не украшают наш язык, уродуют его, а значит наносят непоправимый урон нашей бессмертной душе. Ибо ничто так не связано с душой человека, как те слова, которые он произносит в течение своей жизни. Вы знаете, я поймал себя на мысли о том, что вот уже столько выпусков записано программы «Живое слово», и не единожды, а многожды уже употреблял я это слово, сквернословие, понимая, о чем идет речь. То есть, разумеешь, что есть корень этого слова «скверно», и вдруг подумаешь, а наверняка ведь есть люди, которые не совсем четко и ясно представляют, что есть скверно. Я утвердился в этом, потому что сам до определенного времени немножко по-иному мыслил это слово. А вы, вот сейчас я вам зачитаю небольшой отрывок объяснения этого слова из словаря Далева, словаря живого великорусского языка, потому что то объяснение, та этимология этого слова, которое дается Владимиру Ивановичу, мне кажется, не просто исчерпывающим, а по-своему замечательным. И до того, как я ознакомился с этим, я все-таки несколько по-иному представлял себе это слово. То есть, понятно, что сквернословие – это сложное слово, да, со второй половиной как бы проблем нет понимания, а сейчас я вам зачитаю, что означает слово «скверно». Итак, далее в словарь «скверно», пишет Владимир Иванович, это, а теперь пойдут синонимы. Мерзость, гадость, пакость, касть, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно. Нечистота, грязь и гниль, тление, мертвичина, извержение, кал, смрад, вонь, непотребство, разврат, нравственное растление и последнее совершенно замечательно. Все богопротивное – это обобщающе. Вот так. Просьба. Вообще, я всегда призываю людей, что у каждого человека, помните, мы говорили в одной из предыдущих программ, что каждый из нас, кто любит русский язык, кто не мыслит себя вне вот этого божественного контекста русской культуры, русского искусства, русской литературы, вне России, но, наверное, бы на книжных полках должны стоять вот в этом доме у этого человека тома Далева словаря. А если у кого-то нет, ну, можно приобрести те, кто так много времени проводит в интернет-пространстве, да, и предпочитают не держать в руках книгу, хотя это неизъяснимое, конечно, наслаждение, которое просто не бывает, когда общаешься вот с дисплеем или с монитором, ну, хорошо, ну, вот тогда, возможно, у кого-то сейчас нет средств, чтобы приобрести эту книгу. В интернете есть виртуальная версия вот такая, этого словаря, найдите вот это слово, да, скверно, и еще раз перечтите, или, может быть, даже распечатайте, как сделал это я, потому что надо бы что-то, потому что меня подмывает еще раз это прочитать, чтобы вот как на камне, чтобы это было высечено, чтобы нестираемо вот здесь сердце, но формат передачи не позволяет, да и незачем, найдите и еще раз в тишине сами вот эти все слова прочитайте. Вот что такое скверно. Я говорю о том, об этом, знаете, еще почему, потому что это было, теперь, наверное, можно сказать, много лет назад, я был в одном северном городе, и принимал участие в духовно-нравственной конференции, посвященной этим проблемам, и выступала пожилая учительница, она мне так напоминала чем-то, вот мою бабушку дорогую, которая воспитала меня, которую 45 лет отдала школе, деток учила, и как раз тема ее доклада была посвящена вот этому, мату и сквернословию, и она, несмотря на свой почтенный возраст, она подготовила то, что сегодня называется компьютерной презентацией, и когда она выступала, она употребила такое выражение, она сказала, что люди, которые ругаются матом и сквернословия, это люди низкой культуры, вот так. Я дождался окончания вот нашей конференции, потом нас пригласили попить чай, я уселся рядом с ней, конечно, я поблагодарил ее за такое глубокое, интересное выступление, но предостерег, я вообще человек восточный, ну, я остаюсь таковым во многом, ну, да, и я это произносу сейчас по той причине, что на Востоке, знаете, вообще не принято делать замечания, ну, мне даже нравится эта черта, и, там, делать замечания, они лезут с советами, но я попытался быть так вот мягко, корректно, и она это с благодарностью восприняла, я просто ей сказал о том, что вот вы употребли это выражение, что вот люди, которые ругаются матом, они люди низкой культуры, и сказал, миленькая, а это вообще не имеет отношения к культуре. Потому как, да, мы сказали в одной из прошлых программ, что культура, да, от слова культ, а культ – это то, чему или кому ты поклоняешься, дело в том, что вот эта материнруга, это вообще по ту сторону добра и зла, это адская лека, а какая культура может быть в аду, да? Ну, честно. Это инфернальная лексика, да, по латыни, инферна – это ад, это лексика ада, это словарный запас дьявола, вот так, да? И о какой культуре вообще может идти речь? Поэтому, конечно, культура – это всё-таки другое, да, есть люди более высокой культуры, более низкой культуры, а это вообще без культуре, это отсутствие культуры вообще и наличие вот в человеке некого такого холодного и смрадного дыхания, вот, преисподней, вот так. К слову, хотелось бы ещё вот о чём сказать, потому что наверняка так хочется, чтобы среди тех, кто слушает, смотрит нас, было бы много людей молодого возраста. Для них хочу сказать, а может быть, для кого-то из старших тоже, потому как не всегда встречал понимание у людей, даже взрослых, хотя всё же реже, нежели у молодых. Вот о чём идёт речь. Уже давно бытует, как и вот словосочетание, помните, я призывал вас не пользоваться, никогда не произносить этого словосочетания и не позволять другим вот этот русский мат, да? Да, потому как, ну вот теперь вы, надеюсь, уже понимаете, что опех русского мата нет, во-вторых, он просто не может быть русским по определению. Ибо вот удивительно, как некая формула таинственно изречённая Фёдором Михайловичем Достоевским, о том, что ты русский, значит, православный, и насколько православный, настолько ты и русский. А если русский и православный, это суть одно, как помните, вспомните, я говорил, что на революции в паспорте не было обозначения национальности, это было вероисповедание, это было очень правильно. Потому что ты православный, всё, значит, ты русский человек. А если ты русский, значит, и православный, ты можешь хулить Богородицу? Это что? Поэтому он не может быть. Также и вот существует такое словосочетание «устойчивое», оно уже как бы давно вошло в обиход наш моего, так, ничтоже, сумняшше произносим. А во мне оно неизменно рождает протесты, я хотел бы его тоже с вами поделить, потому что это имеет отношение к культуре, о которой мы, собственно, и говорим. Есть такое словосочетание «молодёжная культура». Вы знаете, я не могу его принять. Причём ни самого этого выражения, ни того, что пытаются им обозначить. Я вообще не понимаю, не понимаю, а что называется «молодёжной культурой». То есть нет, я понимаю, что такое культура, да, и я понимаю, что такое антикультура. Я понимаю, что есть высокая культура, да, что есть там классическая культура, есть низкая культура, да, и вот эти все вещи я понимаю. Когда всё-таки речь идёт о различных вариантах, если как бы вот поворачиваем всеми гранями, да, кристалл, самой культуры, самого понятия. Скажите, пожалуйста, а что значит «молодёжная культура»? Вот я сейчас поясню свою мысль. У нас теперь вот есть там так называемые, не знаю, молодёжные телеканалы. Ну, во-первых, давайте начнём с того, что Господь всегда всех соединяет, а дьявол всегда всех разделяет. Я объясню. Значит, то есть есть хорошее кино, есть хорошая музыка, есть хорошая книга, есть хороший спектакль. А что значит «молодёжная»? То есть мне уже это смотреть не надо, да? Мне там... А после какого возраста нежелательно смотреть этот телеканал? Или до какого-то? И что значит вот это деление культуры на молодёжную? Я всегда привожу этот пример. Вот любимый композитор, как у большинства из вас, наверное, ну, один из самых любимых, скажем так, потому что, ну, вот из зарубежных, скажем так, композиторов, не отечественной культуры, это Вольфганг Абаде Моцарт, да? Вот всегда задаю этот вопрос, вот пытаясь аргументировать свою позицию. Скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, а вот гений, да, абсолютно, чистый гений Моцарт, Моцарт – это какая культура? Какая культура Моцарт? Потому что, вот, он, конечно, создал огромное количество президентов, мы только знаем немного из всего, что он создал, это даже Андрей Битов, кажется, когда-то написал о том, что гений – это много, то есть любой гениальный человек, он ещё и это огромная трудо... какая-то удивительная трудоспособность, вот такое трудолюбие, потому как, ну вот, не знаю, возьмём даже известного нашего писателя, одного из самых выдающихся русских писателей, мы ещё о нём позже будем говорить, обязательно в контексте нашей программы, это Лев Николаевич Толстой. Вот помните, я вам говорил, что Иоанн Златоуст оставил самое большое наследие вот в христианском мире, духовное. Так вот, в мире литературы, мировой вообще, самое большое собрание сочинений – 90 томов. Это у Льва Николаевича Толстого. И если вы назовёте, вот всё, даже люди любящие, читающие виду, далеко не всё назовёте. Так же, как и у Моцарта. Но если особо полюбившиеся нам мелодии, там, ну, там, 40-го симфония, маленькая начинается, много насадят, там, волшебные флейты, тогда он... Но создано гораздо... Вы знаете, почему я вам это говорю? Потому как я в своё время узнал и был немало удивлён, что там, вот, жил-был у бабушки серенький козырь. Вот музыку, вот эту... Очень красивая музыка. Автор этой музыки – это тоже Моцарт. И колыбельная, удивительно, это тоже Моцарт. И повторяюсь это, потому что одно из самых любимых произведений – это маленькая... Просто у меня такое счастье, когда-то я играл это в симфоническом оркестре. Маленькая ночная серенада – это тоже Моцарт. Да? И сороковая симфония, удивительно этому. Но ведь и реквием – это тоже Моцарт. А где здесь молодёжный и немолодёжный? Моцарт – это для старших? Это для пожилых? Для немощных умирающих? Я уже утрирую сознательно. Что за... Моцарт – это немолодёжный? Да что вы! Он своим современникам вообще воспринимался во многом как человек бунтарий, как революционный вообще. Потому что то, как он писал, не было такой музыки до него. Поэтому вот что вот идёт, скажем, вот это какая-то так называемая молодёжная телепрограмма, да? То, что там сквернословие, а то и Матерна Дургина тоже обычное дело, я об этом обязательно скажу чуть позже, это тоже там почему-то стало привычным делом. Собственно, не будем откладывать. Просто сейчас поясню свою мысль. Есть вот эта известная молодёжная, опять же, программа там, комедий-клаб, и где нет-нет, и раздаётся очень много скабризности, отвратительной гнусности, сквернословия, и даже Мата. И помню, я сам читал в газете «Аргументы и факты», когда было интервью с одним из авторов, тех, кто пишет и сам участвует в этой программе, и ему корреспондент, журналист задаёт вопрос, говорит, вот я с вами общаюсь, вы интеллигентный человек, вы окончили вуз медицинский, у вас интеллигентные родители, да, вы выросли в такой культурной семье, и вы пишете часто для этой программы, но там же звучит матерная ругань. Как это соотносится вообще? Вы знаете, что он ответил? Он ответил. И знаете, как на Востоке принято говорить, там, извинения хуже проступка. Он ответил, он аргументировался, он сказал, вы знаете, сказал, у нас был такой период, когда мы решили создавать эти программы, не используя вот мата. Не получилось. А что не получилось, спрашиваю? Говорят, рейтинг у нас понизился. Вот это лукавое понятие, вот это рейтинг, а ведь это лукавство, во многом лукавство. Что значит рейтинг? Разве мы, взрослые люди, не понимаем, что если сегодня вдруг, если разрешить, не знаю, вот ваш покорный слуга, когда вот несколько лет назад приглашали почитать лекции в Швеции, и мне всегда любопытно, когда я бываю в какой-то другой стране, посмотреть, что там показывают по телевидению, потому что, вот видите, у меня тоже, моя работа во многом связана с телевидением, который я очень люблю, вот, и очень мне больно, когда огульно ругают. Телевидение разное, телевидение разное, вот, и там я нашел телеканал, щелкал этим пультом, переключал, я нашел телеканал для людей глухонемых, да, мне это очень порадовало, что да, вот такая забота о них, но вместе с тем я был шокирован, когда целый канал, это в гостинице, телевизор, не то, что я там заплатил, как обычно говорят, там платят за какие-то, посвященные порно, да, причем там, как я понял, там в студии, значит, то, что называется, этот формат ток-шоу, сидят люди, разного, много пожилых людей, и эти порно-актеры, да, и с каким-то умным видом человек такой, академический, в очках, беседует там, и дама, позволение сказать, и ее партнер, да, и задают им какие-то вопросы, какие-то ответы, дают, и время от времени, значит, ткань этой программы перебивается фрагментами из этих, я просто был совершенно потрясен, ну хорошо, господа, мы все-таки, мы же, да, мы же Россия, как это, как это рейтинг упал, то есть я, почему я рассказал об этом сюжете, дело в том, что я же прекрасно понимаю, что если сейчас, ну не преди, ну как математики, вот есть понятие, допустим, да, вот допустим, появится какой-то канал у нас, который тоже будет показывать, показывать такое вот непотребство, вот по-русски есть замечательное слово, непотребство, да, как это вот Даль сказал, помните, завершение, да, вот этого синонима в слову скверно, все богопротивное, вот это богопротив, вот это будут показывать, и давайте честно, положа руку на Сите, что будет низкий рейтинг у этого тени колонна, да нет, у нас сегодня такая стремительная маргинализация, да, простите, вот за это слово, как по-другому сейчас происходит, да, и найдется очень много людей, которые будут это смотреть, и что тогда, руководствуясь тем, что это очень высокий рейтинг, да, это, 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 это даже, мне кажется, это даже, даже не цинизм, еще этим оправдываться, и вообще, давайте разберемся, для чего существует культура, по сути, да, и искусство, оно все-таки, главный вопрос, который всегда, да, она должна, скажем, если еще до культуры, не сходить, и все-таки чуточку приподнимать человека от грешной земли, да, или вот потакать всем его страстям, а это у каждого из нас есть, это все-таки надо заглушать, или это, это надо удобрять, и этому потакать, вот, вот, вот главный вопрос, и создатели, один из создателей программы говорит о том, что да мы пробуем, рейтинг понизился, ай-яй-яй-яй, то есть, а что, то есть, вообще нет понятия о вечной жизни, да, о том суде, об ответственности, о культуре как таковой, и эта программа идет, называется, я уже не говорю о всех других, это же единственное, и знаете, что меня оскорбляет, вот, если сейчас у экрана, это удивительно, меня это оскорбляет, а вас нет, если сидят молодые люди, которые смотрят эти программы, там так называемые, вот опять же, молодежные сериалы, как жвачка бесконечная, да, где герои говорят какие-то реплики, там постоянно болтовняк, к слову происходит, вот это суисловие, пустословие, та самая вот праздное слово, о котором Господь говорит, что за каждое слово будем давать ответ, и там, значит, происходит некий диалог, там всегда что-то говорят, то есть болтают, а за кадром смех раздается, да, понимаете, о чем я говорю, то есть это пришло к нам с западом, это низведение человека вообще, до какого уровня, то есть вот я сейчас, если вы сейчас перед экранами, я хочу вам сказать, то есть понимаете, у нас еще впереди, даст Бог, в будущих программах, мы обязательно будем говорить, я готовлюсь к этому, с Божьей помощью, мы будем говорить о пародии, будем говорить о смехе, потому что это тоже такие, очень небезобидные явления, только надо к этому правильно подходить, это при том, что говорю, я очень люблю смеяться, очень люблю хорошую, добрую шутку, да, но смех, но разным бывает, об этом не хочется забегать вперед, но я сейчас говорю о том, что, значит, вашему уму, вашему чувству юмора не доверяют, потому что вы даже, вы настолько ограничены, простите, глупые, тупые, что вы даже не знаете, в каком месте надо рассмеяться, и вам уже подсказывают, где правильно смеяться, да, как в том известном произведении, да, где было надеяле написано, ноги, это вас не унижает, и это называется молодежной культурой, тогда уже будущее, я уже говорил, человечество, тогда следующий шаг, это будет то, что вам будут продавать, уже будут специальные, наверное, магазины, но я утрируюсь сознательно, довожу до абсурда, где будет уже прожеванная еда продаваться, пища, да, а зачем жевать-то, уже вот все просто положить и запить, вас это не унижает, я в который раз вопрошаю, вас это не унижает, как человеческое достатие, и тогда уже напрашивается другой вывод, вот то, что называется молодежной культурой, это значит, это культурка, да, как в том фильме, покупайте культурку, закрывайте штукатурку, да, это культурка, то есть молодежная культура, это тоже как бы культура, но глупее, да, тоже как бы культурка, но примитивнее, да, и вот это, знаете, вот это, вот это, вот это, последнее, вот это, это даже не смех, посмотрите, как смеются, я сам люблю смеяться, посмотрите, как смеются малыши, Вот, крошечный совсем, да, а иногда он постоянно улыбается, да, вот, как будто вот по слову апостола он живет, всегда радуйтесь, да. Вот это удивительный смех малышей, казалось бы, мы говорим, он ничего не разумеет, представляете, как он смеется, и я говорю, о чем он смеется? А вы знаете, о чем он смеется, вот эти крошки? Они смеются от радости, ощущения, у них вот это чувство, есть ощущение полноты этой жизни. Ну, просто потому, что он живет, потому что вот листики зеленые, вот солнышко, а вот родные лица он видит рядышком, вот это папа, это бабушка, это отец, да, это братик младший. Ведь в этом столько счастья, и вот пока вот родничок-то здесь, его здесь, он не дорос, человек, не зарос, простите, человек, вот, маленький человек, он чувствует вот эту радость, почему, наверное, Господь, еще и почему, потому что это очень глубокая мысль Господа, о том, что не будете как дети, да, не войдете в Царствие Небесное, говорит он нам, да, что надо уподобляться малым сим, вот. И, а мы с возрастом почему-то теряем вот эту способность просто радоваться жизни. Апостол, повторим, да, его слава, говорит, что всегда радуйтесь за все, благодарите. Христос, Господь Спаситель в заповеди блаженства, помним, чем завершается, да, вот эта удивительная заповедь блаженства, Он нам говорит, радуйтесь и веселитесь, якось бы, да, ваше много нам весело. Он, Господь, тоже нас призывает в любой ситуации, что бы с нами ни происходило, радоваться и веселиться, потому что там ожидает удивительная радость. Кого? Тех, кто плакал в этой жизни. Блаженный плачем. Ну, может, кто-то сейчас, человек далекий от церкви, скажет, к чему вы призываете вообще? Зачем мы должны плакать? Надо жить весело, да? А надо же понять, о каком плаче говорит Спаситель. Он говорит о самом главном плаче, который, он должен происходить беззвучно. Это плач над собственным несовершенством. Это плач над собственными грехами. Да. И вот те люди, которые об этом вот в этой жизни, об этом всем воскорбели в этой жизни, те получат удивительную радость там. Вот об этой радости, а не об этом, вот этом, простите, жеребячьем смехе идет речь. Рад буду выслушать ваше мнение даже против того, что я сказал. Пишите адрес, вы видели, пишите, я постараюсь вам ответить. В любом случае я вам отвечу, вот это я вам обещаю. И эта наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами и хочу прочитать вам стихотворение Тюрморезовой Светланы. Ее стихотворение одно уже звучало в нашей программе. Она живет тоже в Сургуте. Это вот такая, так могу выразить благодарность этому городу, который помог и помогает делать вот эту программу. Она преподает. Итак, Тюрморезова Светлана. Будто святцы открываю дорогие письмена. В них душою прозреваю, в них родная старина. Эти ижицы и яти, эти веди и добро, будто солнце на закате просияло и ушло. Лишь прочтешь с тобой навеки этот воздух чистоты, буквы, царственные реки, книги, скрытые скиты. Эти плачи, эти славы и не жизни, житья, эти скрепы всей державы наших предков литья. Отзовется острой болью нынешний разор и срам. Я спешу на Богомоле к чистым, светлым родникам. И мы с вами да не будем отрываться от чистейшего, святого родника, святого и чистого русского слова. Да поможет нам в этом Господь. Оставайтесь Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok